Забытые герои Великой Отечественной, так называют тех, кто в годы войны был представлен к званию Героя Советского Союза, но по разным причинам так и не удостоился этой заслуженной награды. В Казахстане таких героев сейчас 16. Эту цифру нам подтвердили в Республиканской Организации Ветеранов. Назия Тойакова о незаслуженно забытых настоящих героях. Житель Астаны Серик Нуранов похоронил своего отца Владимира Долобаевича 10 лет назад. Но обида за отца не проходит. Впрочем, как и надежда, что имя героя все же вспомнят. Бронетранспортер, бронемашину в дальнейшем при отбивании пятиярусных атак еще отбил бронетранспортер. И за это был представлен к званию Героя Советского Союза. Владимир Долобаевич воевал под Сталинградом, участвовал в операции «Багратион» и форсировал западную двину. В российских архивах найдены наградные листы о представлении его к званию Героя Советского Союза и к ордену славы третьей степени. Он проливал свою кровь, воевал ради мирного неба. Неужели его подвиги не достойны того, чтобы о них просто помнили, чтобы его имя знали и почитали в родном Казахстане? Старший лейтенант Рахметов, командуя группой танков в количестве четырех машин, нанес сильный фланговый удар врагу в районе села Кореневка. Группа товарища Рахметова уничтожила и частично захватила 8 немецких орудий, 3 миномета, 15 пулеметов, 120 ящиков снарядов и мин, подбила 8 танков и истребила больше 175 немецких солдат и офицеров. Я начал войну под Москвой, я видел расстрелянных колхозников, колхозниц и их детей. Я входил в дома и мне говорили люди, как издевались над ними гитлеровцы. Я поклялся в те дни стать снайпером. Я подумал, если фашистов не остановить и не уничтожить, они могут дойти и до моего родного Казахстана. Накануне годовщины советской армии состоялся поединок, дуэль с очередным вражеским снайпером. Тлеугали был сильно простужен, ему не здоровилось. Немец на какое-то мгновение опередил его и первая пуля попала в Абдебекова. Но смертельно раненый Тлеугали все же успел отомстить. Это был 397-й враг, занесенный на личный боевой счет знаменитого стрелка. Историк Берик Абдегалиулы – автор книги, посвященной забытым героям Великой Отечественной. Сегодня в списке тех, о ком в Казахстане практически не вспоминают, 16 фамилий. Может быть, мы до сих пор неубедительны. Мы уже издаем книги, печатаем, помогаете вы. Мы просим немного, мы просим хотя бы их именами названы были улицы, школы. И потому что это нужно, люди должны гордиться своими земляками. Каждый из этих 16 человек был достоин того, чтобы получить звезду героя, считает историк. Многие из них представлялись к высокому званию посмертно, позже становясь легендами военного ремесла. К примеру, Толюгали Абдебеков, входящий в 20-ку лучших советских снайперов. Он убил 397 фашистов, был трижды представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не дали. Потому что всегда честно писал в анкете, что его дядя репрессирован. Или другой, не менее знаменитый снайпер Ибраим Сулейменов в ноябре 43-го оборонялся от натиска врагов вместе с Маншук Маметовой. Оба оставались на высоте прикрывать отход своих солдат. Первым замолчал пулемет «Маншук». Потом закончились патроны у Ибраима. К звезде Героя представили обоих фронтовиков, но в Москве утвердили лишь кандидатуру «Маншук». Министерство обороны нам пояснили – казахстанскими медалями посмертно не награждают. Да и нет у них такого права. Ордена вручают лишь своим сотрудникам. Мы считаем, что нужно, чтобы каждый герой, который совершивший подвиги, должен быть оценен по достоинству. Есть для этого определенные нормативные правила, которые регламенуют данный вопрос. Не получается помочь в восстановлении справедливости и в Республиканской организации ветеранов. Несколько предложений у нас было, но нам говорят, пока надо будет приостановить. Почему приостановить? Потому что, они говорят, местные власти. И объявлен мораторий. С каждым годом забытых героев Великой Отечественной становится все больше. Родственники погибших отыскивают новые архивные документы. Эти бумаги бережно хранятся потомками воевавших, как и фотографии, и медали, и сама память о героях, которую родные фронтовиков передают из поколения в поколение. Назиат Уяко, Руслан Шакобаев, Мирамбек Ахмаханов и Ернар Саваубаев. Итоги дня.